У меня в очередной раз накопилось довольно много различного рода обрезков. Я решил их не выкидывать, в дрова их не использовать. Решил их потратить на нужные полезные вещи. Это я хочу изготовить различные подставки для телефонов. Вот я подготовил шаблоны. Тут 11 шаблонов. Например, вот такая собачка с ушками. Ушки будут отдельно приклеиваться. У меня были вот такие обрезки, оставались от визиток деревянных. То есть толщиной где-то порядка 2 мм. Я думаю, вот так сделаю здесь ушки. Будет выглядеть неплохо. Если не понравится, то сделаю уже специально для ушей потолще какие-то варианты. Есть для более толстых досок обрезков. Это, например, вот такой слон. Соответственно, будет вот таким вот образом стоять телефон. Но надо заготовку там, ну хотя бы 50 мм толщины. Есть вот такие собачка, например, там вот такая девочка. Мальчик вот такой, например, держащий телефон. Мышка. Тоже неплохой вариант. Как я их буду делать? У меня есть вот такие обрезки. Это у меня будет само основание. То есть я их сейчас на ленточной пиле вдоль распилю. И у меня получится с этой толщины, с таких заготовок по 4 досочки. Точнее всего 4 досочки с каждой подвергой. Вот, сделаем паз. Пазы тоже разными вариантами сделаем. И, соответственно, будет вот такой вариант. И вот таким образом будет ставиться сюда телефон. Под собачку, конечно, можно и вот так сделать. Но это тоже надо толстую заготовку, а ее довольно сложно тонко вырезать. Сами фигурки я буду делать разных цветов. То есть у меня есть вот такая липа обычная. Вот такая толенькая сосна. И вот такая термолипа. И, соответственно, посмотрим, как будет выглядеть из термолипа. И как будет выглядеть из сосны и из обычной белой липы. Эти заготовки можно также выпиливать как ручным лобзиком, так и, точнее, нашу работу можно выпиливать как ручным лобзиком, так и электролобзиком. Здесь проблем никаких нет. Ну и не забывать, как следует это дело все отшкурить. Покрывать буду лаком и маслом. 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 Дальше я буду выпиливать уже на лобзиковом станке. Ручной лобзик тоже может помочь вам в изготовлении данной работы. Пришло время приступить к основанию для наших подставок. Для этого вот эти заготовки, точнее, брестки, отходы, их надо сделать потоньше. В данном случае они у меня, скажем так, рабочая толщина, которую можно хоть как-то использовать для моей работы. 25-26 миллиметров. Соответственно делим пополам. У нас получаются две доски, две досочки толщиной приблизительно 12 миллиметров. Распиливаем это все на ленточной пиле и затем прострогаем на рейсмусе. После того, как мы сделали вот такие дощечки, нам надо сделать углубление, куда будет у нас вставляться сам телефон и с помощью которого он не будет оттуда выпадывать. Как это углубление сделать? Есть множество вариантов. Я покажу несколько. И первый вариант, наверное, самый простой и самый доступный. Размечаем и ножовкой по дереву мы делаем пропилы. После чего с помощью стамески мы часть убираем и зашкуриваем. Стамеску можно сделать из обычного старого надфиля. То есть нам здесь не надо большую стамеску и специально для этого покупать не всегда целесообразный инструмент. Поэтому вот обычный надфиль. Заточил и мыли. Если вам охота сделать углубление под телефон круглым, то можно две заготовки вместе зажать в тисках и на сверлильном станке с помощью либо сверла Форстнера, либо обычного сверла все это дело просверлить. Итак, нашел я вот 7 разных морилок, акриловых красок, спиртовой, одна спиртовая морилка. И решил, соответственно, каждый из них покрасить одну из своих заготовок. Начнем с одного изделия. Это спиртовая морилка. После того, как ее покрою лаком, изделие лаком покрою, у нас само изделие приобретет такой красноватый оттенок. Ну, довольно интересно выглядит оно. И так, дальше у нас пойдет две водных морилки. Одна вот такая красное дерево и вот такая дубка. Начнем с дуба. Добавил субтитры DimaTorzok Итак, все детали, которые я хотел покрасить, я покрасил. Все остальное я буду красить просто что-то маслом, что-то лаком. Следующий наш этап, это нам надо подождать, когда высохнут крашеные изделия. И затем мы приступим к прикреплению наших фигурок, уже к нашему основанию. Приклеивать мы будем с помощью шпажки. То есть просверливаем отверстие в нашей фигурке, просверливаем отверстие в основание. Клей, шпажка сюда вклеиваем. И, собственно, будет все готово. И затем остается уже только покрасить защитный слой. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok